Вот теперь видно. Ну, слава Богу, слава Богу. Значит, у меня такой вопрос. Я хочу немножко, поскольку у нас в Питере очень слабо развито библейское просвещение, со словом Божьим у нас просто беда, как бы. Богослужение, все хорошо. Но поскольку народ у нас Священное Писание не знает. Единственное, что у нас проходят такие лекции Девина в Федоровском храме. Ну, там собирается народ православный. Приглашаются все абсолютно. И это слава Богу, я за это. Но читается по стиху из дневного апостола. Ну, апостола. И потом каждый свое мнение высказывает. Я просто иногда там вообще уши заворачиваются. Кто там что на что говорит. Какие чувствования там он испытывает. И вот это вот меня очень смущает. Я хочу по Священному Писанию измущать. Ну, то есть по Святым Отцам. Вот. Это раз. Но Златоуст, он можно, конечно, достать. Но он очень громоздкий. Вы сами знаете. Блаженный Феофилакт получше. Но не полный. Там он... Вот ваши три тома я так просмотрел по интернету. Интересные. И там есть там... В общем-то, вы по Блаженному Феофилакту. Это потом мы решим, как мне их выкупить у вас. Вот. Вот главное, чтобы организовать вот такую. В принципе, возможность есть. И люди будут там... Ну, они разных деноминаций. Но тем не менее, со временем... Лишь бы Слово Божие до них доходило. Как я понимаю. Вот. И какой вопрос в чем? Как вот ваши эти... Три тома-то покупить-то у вас? А вы в Mail.ru у меня в Друзьях состоите? Я в Друзьях состою у вас и в этом... И в Одноклассниках, и в ВКонтакте. А Mail.ru я не пользуюсь им вообще. Я вот как бы... Вот в чем дело. Поэтому... У меня есть почта. Почта есть. Но надо пригласить... Я никогда им не пользуюсь. Пригласить друга, чтобы он это... Научил меня пользоваться. Я им никогда не пользовался, Mail.ru. Я вот Скайпом и в Одноклассниках, да... А не приходилось просто мне. Я уже звонил. Вы говорили, там, прислать это самое. Адрес, почта, там, 2 с чем-то тысячи будет. Это стоите удовольствие. Вот. Как бы так. Вы попросите все-таки друга, Mail.ru. Я в Одноклассниках совершенно не захожу даже. Это для меня совершенно не существует. Как бы ВКонтакте работает модератор, администрация. Там они вопросы на наш форум перекидывают. Понятно. А здесь бы я вам тогда скинул все данные Сберкассы. Порядок такой, что вы заказываете что-то, я вам высылаю все данные, вы высылаете... Деньги. И после этого я вам высылаю книги. Ну, понятно. Хорошо. Значит, с Mail.ru я... Да, мой мир называется по-другому. Понял. Потом еще у меня вот интересный вопрос. Вы... Я смотрю вот ваши эти ролики-то в Ютубе. Почти, ну, многие пересмотрел. За все не буду говорить. И там вот как бы вы говорите, что самый как бы лучший для нас сейчас перевод это вот синодальный. Я вот не совсем могу с вами согласиться в том вопросе. Вот, например, обязательно у вас, если будет время, посмотрите. Левит, Левит, 23 глава, 40 стих. Так, минуточку, сейчас. Прямо сейчас же. Так, повторите. Левит, 23 глава? Да, 23, 23, 40. Вот у меня по... 23 глава, стих какой? 40. 40. Сейчас мы посмотрим. Я вам прочитаю его. Тамма празднование Пурима. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев. Да. Ветви пальмовые. И ветви дерев широколиственных. И вверх плечи речных. И веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмом месяце празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий тут земли социальтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселилось оно в Израиле, когда вывело их из земли Египетска. Я Господь Бог ваш. Так и что? Этот праздник называется на иврите Суккот. Так вот. Вот этот вот сороковой стих, он и в Септуагинте, и в Масарецком тексте. Вот я, если у вас есть Библия, цитаты из Библии, сравните. Там перевод. Везде идет карп, пери. Первый идет плод. Вот там три вида растений и плод. Плод это такой, это рог называется. Он в виде лимона. Ну, не лимон, но как лимон. И это исторический факт, что до сих пор празднуется Суккот. И вот три вида растений. Вот пальмовая ветвь, вербовая ветвь. И обязательно вот этот рог. А в нашем переводе, вот в синодальном, идет четыре вида ветви. И вот этот перевод только у нас, и в Короля Якова. Вот он только так переведен в двух Библиях. В остальных и во всех древних переводах. И в Септуагинте я смотрел, и вот там карп написано, плод. И в Масарецком тексте, вот если вы посмотрите перевод, там вот в цитате из Библии тоже. Ну, я-то иврит не учил-то, я знаю. При. Везде идет плод. И вот это вот я считаю порча. Ну, или порча текста, или вот безграмотность. И меня очень вот это вот место смущает. Потому что до сих пор Суккот-то, он празднуется, этот праздник, он никуда не делся в иудаизме. Вот хотел бы ваше мнение услышать. Ну, вы услышали уже, а сами его озвучили. Что лучше синодального перевода никто не издаст. Это другие переводчики. И на спасение то, что вы говорите, совершенно не влияет. Понимаете так, как понимаете. Нет, ну, на спасение не является. Ну, как, все равно искажение. Если, ну, как, ветвь и плод. При чем-то спасение. Когда этот конкретный праздник, он празднуется там с плодом. Он на спасение сейчас для православных никак не влияет. Я согласен. Но, тем не менее, вот такие есть некоторые вещи, которые все-таки, они не, как бы, не, 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 если то, то ли неправильно переведено было, то ли это самое, вот. Вот, поэтому... Так, одну минутку. Я открою здесь. Вот. Это на спасение не влияет. Я ответил, дважды я это повторять не буду. Когда я беседовал, я повторяю, с Александром Менем, когда я беседовал, он еврей, работает с оригиналами. И я его спросил, скажите, а вот вы могли бы сделать перевод, допустим, нескольких книг Ветхого Завета, так, как делал это Хвольцин, Давид Авраамович? Он так, с плеснув руками, да нет, конечно. Таких перевозчиков сегодня нет. А мы по словарю что-то пытаемся подправлять. Не надо это делать. Вот смотрит Касьяна перевод, сейчас новый перевод. Я сравнивал все на разных языках. Я на семи языках занимался. Касьяна, нет. Я сам учил еврит. Я по евриту читаю. У меня это, дело не в этом. Просто и перевод здесь вполне, вот это вот подходящий сейчас полностью, это, Танаха, Ветхого Завета, так сказать, на еврите, на русский язык. Можно там говорить правильно-неправильно, там нравится-не нравится, как бы, вот. Но, мало того, что я и Тор, вот Тор, два вида перевода есть у меня в читате из Библии. Я просто сравниваю. Почему? Потому что, ну, я люблю сравнивать вот некоторые места. Это само по себе вот, чтобы как бы докопаться до истины. Почему? Но, я не согласен, потому что, есть, есть, почему, какая причина, что там вместо плода написано ветвь. Это, ну, серьезное нарушение. На самом деле. Ну, конечно, ветвь, она может быть и с плодами. Тут, если вы занимаетесь изучением Слова Божия, исследуйте. Мы должны искать спасение Христа, водительство Духом Святым. А если с таким настроем, что плод или ветви, у вас ничего не получится. Никакой группы по изучению. Каждый будет стоять на своем. Это никакого изучения вообще не имеет. Никакого. Ну, как? Я вам ответил на это. Так, другой, что у вас вопрос? К этой теме уже не возвращаемся. Хорошо, хорошо. Ладно, извините, пожалуйста. Я не спорю, я сказал, вы не приняли. Ну, и на этом все, вопрос, тема закрыта. Дальше что? Мне, ну, все равно сомнений осталось. Вопрос этот не решен. В общем, так. Ну, ладно. Так же, вот, как бы, насчет бороды, как вы говорите. У меня просто, вы говорите, что там отрезан наполовину пока. А там была брита наполовину бороды вот эти вот и подрезанной одежды у людей. Поэтому их не пустили в Ерихон. Вот, Давид не пустил в Ерихон. Вот, над ними посмеялись, поскольку был, а брит. Везде, во всех переводах, даже в синодальном, а брит написано. То есть, бритвой пол лица обрили и отпустили, надсмеялись. И одежду так же. И поэтому он не пустил, доколе не отрастут бороды ваши. То есть, не так отстыть, а подрил этот сын царя. Вот, как бы, вот это тоже вот у меня некоторое вот такое вот непонятное смущение. Ну, такого нет. Пусть будет и так. Мы это не видели, не знаем. Как бы то ни было, написано, не порти края бороды твоей. Не просто пол лица, а не порти края. Речь идет о краях. Вот о чем для евреев-то главное это было. Не порти края бороды твоей. Тут уже не скажешь, что половина бороды обрили. Ну, не порти есть. Это не порти есть. Это не порти бороды твоей. Это так. Ну, не портий тоже можно понимать. Все что угодно. Ну, одежду укоротили. Где они укоротили? Снизу? Просто сделали, палды обрезали. Это считалось унижением. Конечно. До половины там сказано, да, это, до ягодиц обрезаны были. В еврейском периоде так сказать, до ягодиц обрезали. И с ягодицами отослались голыми. Вот, товарищ, вот такая. Так же на едумею наложу сапог мой. То есть, я сначала, когда услышал от вас, я думал, что, ну, сапог это как бы символ военного. Как бы, что Господь ополчится на едумею. Оказывается, нет. В переводе в еврейском сказано, на едумею кину башмак мой. Просто башмак. А когда смотрю я, именно вот в этом славянском переводе, там везде сапог, сапог, сапог. Там вообще ни в Евангелии нигде не было то слово обувь. Только сапог. А вот в русском переводе уже идет, на едумею наложу обувь мою. Уже не сапог идет. Поэтому, как бы, вот тоже вот, что, как вы сказали, что сапог это исключительно божья одежда, ой, божья обувь и все. Вот тоже не могу согласиться. Конечно, не буквально. Я об этом и говорю. Это означает сила о том, как Бог попирает землю, сотворенную им. А, ну да, да. Ну это символ воинственности, как бы. Да. А вот в еврейском сказано башмак. Вот и все. Ну ладно, простите, я вас, наверное, утомил уже. Нет, не утомили. Я просто, это не моя тематика. Я на это никакого внимания не обращаю. Для меня два вопроса, самое главное. Первое, рожден ли свыше человек? Первое. Возрожден от воды и духа. Я сейчас, я закончу вам предложение. Я не пойму, вы головой поворачиваете так, у вас что, тих какой? Это у меня болезнь, болезнь. Вы не обращайте внимания. Я сам инвалид третьей группы. Мне пластическая кривошея. Мне сделали укол не такой. И сейчас, как бы, у меня просто шею поворачиваю, чтобы она щелку... Второй вопрос, Сергей. Второй вопрос. Это быть Вадимом Духом Божиим. Снижание Духа Святого, о чем сказал Серафим. У нас завтра здесь, в Барнауле, отмещается 20-летие образования епархии. И приезжает 11 архиереев. Я сейчас позвонил в епархию. Мы с епископом знакомы, Сергей Иванович, епископ. Хочу спросить, но, видимо, на службе был. Нужен я завтра буду или нет? Когда будет обед, встретиться с архиереями, сказать перед ними слово. Но пока ответа не поступило. Ага. Хорошо. Помоги, Господи. Помоги, Господи, чтобы пригласили и выслушали. Конечно, да. Пузуны, они такие, что, ну, отслужили и обедать. Скажите, пожалуйста, а вы знаете Душенова, Константина Юрьевича? Я его знаю. Я его в начале 90-х, у него, мало-то, я служил в церкви, у него пятилетний сын с тещей угорели на даче. И я отпевал их. Ну, я был панамарем, и вместе с батюшкой Дмитрием их отпевали. И даже на кладбище отвозили, там хоронили. То есть, Константина Душенова я знаю. И иногда слушаю его там лекции. Ну, у него меняются там. Сначала он там был такой политикой, потом он пытается уже с религией связывать. Ну, человек хороший, главное, что верующий. Я с ним не общаюсь, нет. То есть, с Митрополитом Иоанном они издавали там журнал, я вот такой вот синий, я, некоторые у меня есть. Ну, так я с ним общаться тесно не общаюсь. Знать знаю, да. То есть, ну, в Ютубе иногда там у меня сын смотрит его эти выступления, тоже там, ну, толково говорить там что-то там. Вот. Могу не соглашаться. Там вот он насчет иудеев там. Он многого, может, не понимает. Еще вот там вот с одним священником, который в Израиле служил, он с ним начинает обсуждать там, ну, как вот существует... Они христиане, православные, но поскольку там есть евреи, они сами ходят в храм молиться, а иногда их видят там в синагогу, в синагоге он в храм идет. Вот, и они там обсуждают, что надо там, типа, запретить, куда смотрят архиереи. Я просто ситуацию немножко лучше знаю, поскольку люди в этом варятся, и все родственники у них евреи. Здесь, как бы, понятно, что человек зря служить не придет в церковь, и панамарем, и молиться, вот, евреи. Ему трудно порвать с этим. Ну, там, ладно, здесь очень сложный вопрос, поэтому, ну, с чем-то согласен на 100%, с чем-то могу не согласен, но вы спросили, знаком я с ним, да, общаюсь, нет, не общаюсь. Не то, что принципиально, просто мы в разных совсем плоскостях. Хорошо, хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы собираетесь, группа, у вас сколько человек в группе занятия? Совершенно не знаю. Я пока пытаюсь, как бы, что? На работе, может быть, получится, на работе. Потом, кроме работы, я думаю, что в храме еще надо это организовать, в Ильинском. Абсолютно не знаю, сколько и сколько будет заинтересовано. Вот. Ну, при мне, как бы, один вот есть друг, вот. Вот. Потом один очень занятой, ну, тоже заинтересован. Он, а так вот, ну, протестантка там есть одна, тоже бы я хотел бы ее пригласить, я думаю, она не откажется. Еще, и пока еще не знаю. Ну, надо даже с малого, если начать, а потом все равно, но со временем облепится. Как бы, были бы кости, мясо обрастут. И было бы что вот. Понимаете, мы начинали изучение в Бишкеке, у нас, вот, Библии, и то не у всех были. Сейчас полно всего Библии есть. Столько разных проповедей отца, ну, разных священников. И отца Даниила Сысоева, мученика. И это самое, отец Олег Стеняев. И все это не поднимается толком. А единственное, вот, есть, которые вот свои жалкие мыслишки высказывают по Священному Писанию. Ну, я не знаю, это вот, с одной стороны, там иногда до кощунца до полного доходит в этом отношении. Ну, пришел только что там, кто-то там накуренный, кто-то там вообще дура-дура какая-то, извините, прочла и свое это. То есть, все-таки надо, чтобы... Я не против, чтобы потом кто-то что-то высказал. Это может быть и нужно. Но вначале должен идти, как бы, фундамент, стабильное вот наше православное учение. Вот какое есть. Ее прочитать, а потом, ну, может и кого-то спросить, кто хочет высказаться. А не то, что каждый высказывается, то, что он думает. Вот это вот, ну, неприемлемо никак. Это вообще нет никакого учения. Это не учение, это размытое просто. Каждый свои жалкие мыслишки высказывает. Вот в чем дело. Вот это вот именно и есть масонское, что люди тянутся к священному писанию, они ради этого приходят. А получается там пшик. Пшик, ничего. Это ни у никого, ни православного учения, никакого. Просто разглагодится. Хуже, чем у баптистов еще, или у адвентистов там. У тех хоть один там говорит, остальные слушают. А здесь каждый, что хочет, то несет. Вот такая ситуация. Неприятная. Вот как бы так вот. А вы на наш сайт заходите, где насчитаны мною книги? Нет, не заходил ни разу. Я заходил на ваш сайт, смотрел вот эти вот трехтомник, папа это самое, смотрел там, кое-что там, как бы читал. Не все, а вот именно из этих трехтомников. Вот это читал. И смотрю ваши вот это в Ютубе, ваши эти, ну там и поездки, и там собрания, и там все. Вот, к сожалению, ну все. Да, к сожалению, что с Павлом? Я видел там этот ролик, там про пьянство, там Павел, брат ваш, это самое. мы-то с ним в Бишкеке-то были друзьями, его с ним, с Михаилом-то, где Михаил, кстати, тоже не знаю, давно. в Тюмени. В Тюмени? Да. Ну, слава Богу. Вот, и как это, с Павлом, что-то его, из общины он ушел, там что-то я видел, стал выпивать, Господи помилуй. мы-то с ним-то дружили, он на москвиче, все время мы ездили там, батюшку подвозил, мы собирались на священное писание, и там он всем помогал, на своем же, как он, а, запорожец у него был, красный такой в Бишкеке, а потом тут так вот, надо же. Сейчас он как, где? А рядом 15 километров от нашего поселка Потеряевка, вкорченая, туда переехал. Понятно, ну, ничего он там, не выпивает нормально хоть. Еще там нормального-то, откуда оно нормально? Вот это плохо, вот это плохо, жалко, Господи, прости, помоги. Да, прости, помоги. Так, у Михаила-то все нормально. Ну, как живет, вот у него, дочь, сын, и вторая сейчас дочь, они в Америку улетели, там образовали семьи. А Никодим тоже в Америку улетел? А что же они так? Они Гнесинское училище закончили, там музыкальное. Музыкальное, Гнесинское, в Москве. А что, не пригодились здесь на родине, что ли? Ну, вот так. Получилось, что старшую дочь Анну сосватал, там один приехал, сын священника-то, ну, видно, по знакомству ездили, понравилось, там остались. Понятно. Жалко, конечно, что люди уезжают в Америку из России, это, я редко отношусь, особенно в Америку. Как-то. А вы были в Америке? Никогда, слава Богу, не был и не собираюсь. Я, единственное, что, знаете, мне интересно, в Израиле съездить я очень хочу, по святым местам. Потом, мне вот нравится церковь, такая эфиопская, хочется, посмотри, в Египте, Копскую церковь, и в Индии, Сила Маланкарскую церковь, Маланкар, вот они, как бы, у них свой обряд, они, древние еще, это церковь апостола Фомы, они от католиков отделились, когда вот португальцы там, начали насаждать, и вот они присоединились к монофизитам. Ну, монофизитов нет там, а вот у них церковь интересная очень. Вот, хотел бы я посмотреть там, вот вживую все вот это, вот, у меня, я накачал литургии там их, у меня есть литургии, я скачал, у меня целая там, это, подборка литургии всех, но, в это, из ютуба, в интернете, понакачал, но, в живую посмотреть, пообщаться, вот, вот это моя мечта, в три страны, Израиль, Эфиопия, и, в Индии, в Индии, вот, три древние церкви, мне очень интересно, как бы, вот, их традиции, они имеют апостольское преемство в рукоположении, все вот такое вот, свою мечта. Почему туда не съездили, куда желаете-то? Ну, видно, нет воли Божьей, лень, нам надо деньги заработать, пока денег нет, не видно, Господь пока не допускает по грехам, тоже же непросто, мечта есть, а возможности пока нет, Хочется съездить, а вот, никуда больше не тянет, а в Америку тем более, ну, не знаю, людей-то я всех люблю, но, как бы, там, все церкви новые, а вот древнюю церковь, которая, естественно, так в своем этом сохранилась, вот я хочу посмотреть, у нас, как бы, православные, как бы, 15 церквей, и то, вот, что мне интересно, это, 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 но они не монофизиты, вот, армянская церковь, копская, эфиопская, вот, там, сейчас, эритрейская делилась, индийская, яковитская, вот, церкви, 6 церквей, да, вот, у нас, как бы, они имеют разное богослужение, на разных языках, разные обряды, но, евхаристическое общение сохранили, а у нас, вот, как бы, одинаково служили с греками, но обязательно будут спорить, кому сколько по ноги носить, у кого какой живот будет расти, как креститься, и, вот, и то мира нет, среди православных, а там, вот, разные обряды, все разное, а тем не менее, мир, и любой может приехать и причаститься, вот, мне это, вот, это мне, с одной стороны, мне очень нравится, вот, и древние, древние церкви, и, у меня желание, конечно, такое есть, но, возможности, как будут, как даст Господь. А вам сколько лет? 50, вот, в сентябре, стукнуло. Так уж, постарайся съездить, расскажешь, знаешь, как интересно будет-то? Интересно-то будет, но, как, как я съезжу, как будут деньги, то, если получится, я очень хочу, но, вот, не знаю, не знаю. Литургии смотрю, понакачал, узнаю, много интересного, много общего с нашим, но, посмотреть вживую, это вживую, конечно, пообщаться с людьми, хотя, там, ну, как, вот такие вещи. Ну, ладно, простите, что отнял время. Нет, у вас никаких вопросов больше нет? Ну, как бы, пока нет. Я вообще хотел так пообщаться, по-человечески, узнать там это, как вот Павел, как, что с Павлом, что там, с Михаилом, где они там, все-таки. Вот вы узнали, я вам ответил. Все, нет, вопросов никаких. И вот вот это вот, я смотрю там, и поэтому у меня возникают вопросы по вашим роликам, там, вы там что-нибудь скажете, а я оп, не согласен, оп, и по этому вопросу. Ну, вы сказали, что это не важно, и не обращай внимания на это, на это, так сказать, тоже не обращай внимания, не важно для спасения. А для спасения все важно. Каждое слово. видны. Как бы вот так вот. Ну, ладно. Простите. Вы смотрите, вот это наш разговор, ролик-то появится, вы потом посмотрите. Да? Конечно. Ну, слава Богу. Слава Богу. У нас хороший разговор, ничего осудительного здесь нет. Я только вот один вопрос не понял. Володя, быстренько подойди, тут свое дело делай. Так, обед там приготовишь. Так. Почему у вас никакой нет, как сказать, группы или занятий, по слову Божию-то, по Библии? По Библии у нас, к сожалению, к сожалению, нет. Школа, ну, как бы, воскресная школа, она есть. Но воскресная школа, это воскресная школа, это для неофитов. Как бы, ну, есть общины, где-то мы ездить могут по святым местам, и по моноцентрам, но священного писания, вот, так сказать, систематического, системного изучения нет. Ну, нет, и все. Или там, от отсебятина какая-то, вот, чтение и отсебятина. Но системного вот научения, вот, нет, к сожалению. Причем, фундаментального, которое, на православном, учении основано. Не просто там на чьих-то мыслях, а на православном учении, на отцах. Ну, нет, никто не ведет этого. Этим надо заниматься. Я вам скажу сейчас, Сергей, какое дело? Ну, ну, препятствовать этому, пока я, никакого препятствия к этому я не видел. Никто мне палки не вставлял в колеса, честно скажу. Это только по моей лени, или по дури, или там, может, по вредительству каких-то людей, которые не понимают, обстанную целью Девина. Ну, да, простите, перебил. Я хотел вам сказать, я много лет преподавал в разных университетах, техникумах, во всех отделах, там, милиции, вот, и вел занятие, спрашивает, какая программа. Программа очень простая у меня. Вот трехтомник, это толкование Нового Завета по святым отцам, что собрал Блаженный Феофилак. Но в трехтомнике и толкование на откровение, которое собрал магистр богословия, отец Геннадий Фаст, по всем святым отцам православия. Так вот, у меня третий том, открытым оком, там есть тема, называется, пособие по изучению Евангелия от Марка. Она стоит на сайте, вы можете ее даже скачать. Это третий том, открытым оком. И места, которые указываются там, читать Писание, это считать и с толкованием святых отцов. У вас очень хорошая мысль, чтобы не Ваня, Маня понимают, а как понимали святые отцы. Вот именно так, как вы говорите, так и надо делать-то. Дело в том, что понимаете... Абсолютно у вас здравое понимание изучения священного Писания, что дорого в этой нашей встрече. Вот, Игнат Тихонович, вот что я хочу сказать. Вы знаете, вот откровение, вот Евсений Кисарийский, он вполне отличное толкование. Кроме того, еще у меня есть толкование Казанского, профессора Казанской Академии Древолюционной, тоже хорошего. Вот эти вот толкования у меня вполне приличные есть на откровение. А вот на весь Новый Завет, к сожалению, у меня нет. Так, я продолжу эту мысль. Отец Геннадий в вас не просто берет одного из себя, он берет всех святых отцов, которые толковали. И плюс, разбирает попутно все современные сектантские толкования с их опрорежения. Вот что ценно-то. Хорошо. Он сам из сектантов, он из баптистов, Менонит. Игнатий Тихонович, я вам больше скажу. В Бишкеке он приезжал вместе с вами. Мы на одной из, в общем, встреча была там, на разбор священного писания. Мы, значит, вы с ним сидели напротив, а я напротив. И он говорит, вот давай, убеди меня, вот я баптист, убеди меня, вот в священном, что на основании священописания, здравого смысла, что я должен к православию перейти. И я там начал убеждать. И он говорит, все правильно делаешь, только ты не так вот настырно. Надо вот тетрадку, чтобы он писал, вот то-то, то-то сделай, Херувимов, и красным подчеркнем, что да, если убедишь, буду. Это было при вас и при нем. Я же его помню воочию, отец Геннадия Фаста. Я его видел своими глазами. И на ролике, конечно, как вы встречались, тоже я его видел. Он закончил семинарию Академию Московскую, магистр богословия. Он из Менонитов сам. Да, он теперь в Абакане. Вот. А был благословим. Он у нас Московской патриархии, как и я тоже. Да, он Московской патриархии, там находится. И я тоже московская патриархия. Так вот, я хотел сказать относительно изучения Священного Писания, которое поднимает духовный уровень и побуждает к благовестию. Вот. Материал вы можете скачать с нашего сайта Во свете Библии. Во свете Библии ваш сайт, да? сайт, сайт. Просто зарядите Во свете Библии сайт Игнатия Лапкина. Больше ничего не надо. И там вы увидите на второй странице, там всего три страницы. И там отец Геннадий тоже есть, да? Вот я его поминаю, когда насчитывал Златоуста. Какие именно дорожки принадлежат ему. Прямо сейчас посмотрю. Там аудио насчитано моим голосом. Библия, Архипелаг Гулах, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дещенко, 50 книг насчитаны аудио. Вы можете скачать и дома слушать, заниматься каким-то рукоделием или готовить обед, шипить. Спасибо, Господи. Вот Геннадия Фаста я хочу с удовольствием посмотреть, особенно там если в свете разбора вот с этим самым, как с сектантством, это очень важно. Вот называется там пособие по изучению Евангелия от Марка. Это находится у меня в третьем томе моей книги открытым оком. Их 30 томов у меня, это в третьем томе. Да, 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 хорошо, третий том. Ну, значит, я открытым оком посмотрю сейчас прямо. Третье томо посмотрите. Ну, а вам оно отдельно видно, отдельно просто пособие отдельно выделено. Вы его увидите. Пособие по изучению Евангелия от Марка. На сайте. Зарядите по-русски в Яндекс, заведите в Гугл сайт Игнатий Лапкин. По-русски заведите и сразу зайдете открытым оком. Открытым оком Игнатий Лапкин. Да, или во свете Библии. Во свете Библии. А, во свете Библии открытым оком Игнатий Лапкин. Сайт, сайт, не форум. Форум точно так же называется. Сделаю. Сделаю. Спасибо, Господи. На форуме у нас богатый материал. Полторы тысячи только тем. Там столько. Да ни у кого нет такого. Ни у кого. Я знаю. Я знаю. Даже в Ютубе у меня 2400 роликов наших только. Наших. Как я в Лиссабоне нынче проповедь говорю там в Москве в храмах. Ну, я видел. В грузинском храме вы проповедь говорите. Потом там к Муле в гости приехали. Вот. К азербайджанскому. Да. Ну, вы много знаете. Хорошо. Ну, нет. Ну, смотрел, видел. Меня вообще как бы как с Даниил мученик Даниил Сысоев священно-мученик Царства Небесные. Вот я все его списал эти ну, скачал с Ютуба где он там о мусульманстве говорит. Ну, такого светоча конечно не было. Чтобы вот так вот знал священное писание и Коран еще и мог сравнивать. Конечно вот он у меня есть весь. Вот его. И хотел я ваше. Почему я вам звонил тогда еще спрашивал где у вас там с мусульманством вы сравниваете? 18-й том. 18-й. 18-й. Я знаю. Где вы там с мусульманством все сравниваете? Коран там. Я полностью разбираю Коран по сурам и аятам но не такой подход. Я сравниваю с Библией. Ну я посмотрел там кое-что. Это очень необычный подход и поэтому я никогда не проповедую как у Данил Сесов. Для меня он святой священномученик но он входил в такие подробности как Екатерина свяца и мученица. Это не мой подход это проповедь Евангелия. Вот видите как в доме мола я говорю беру один стих и на этом стихе я теперь показываю как а они уже сами сравнивают. Ну каждый у вас свой подход он не лучше не хуже а просто свой вот как бы все правильно я видел и у Данила ну у нас два только священника это вот отец Олег Сеняев и отец Данила Сесовев был священномученик вот вот как бы он у меня приезжал к нам со мной мы ехали им в поезде в Москве посещал в больнице я говорю про Олега Сеняева а про Олега Сеняева да тоже тоже я вот его многие у меня целая папка Олег Сеняев отец Олег Сеняев и его там многие ролики там интересны но видите правильный подход что он на основании священного писания а другие говорят от собственного ума нет он не расстается со священным писанием не расстается и так же как в принципе ну отец Данила Сесовев в принципе ну это это сила была это просто дух был отец Данила Сесовев он как он с этим отступником кстати с этим Али Полосин он же в Бишкеке служил тоже у нас в храме священникам потом потом он принял бусурманство и вот они с ним ведут так сказать полемику тот со стороны ну как мусульманин отец Данила Православ не видели? видел я я знаю что он вместе с Глебом Якуниным был там в Думе и он как раз по реабилитированным работал Вячеслав Полосин я говорю ладно еще не буду доказывать Вячеславу Полосину одно то что ты на Пасху не можешь сказать Христос воскрес тебе мало наказания? вот я тоже вот удивляюсь как все-таки именно на Пасху неужто он не чувствовал благодать вот это вот которое сходит на Пасху и когда он причащается он же причащался он же как бы и на Пасху служил как же вот это вот я никак не могу понять это грех это грех за который Господь сгладил из книги жизни только и всего это грех доказывать еще ему не надо потому что у него другая прописка я так понимаю чье имя у Бога записано говорит никто не сетит из моей руки а здесь был священником и пошел туда где Христос не наш Христос наш Христос а Духа Святого зачатый от Девы Марии и он умер и воскрес и грядет снова а их Иса это не наш Иисус нет совершенно нет отец Данил он хорошо там все раскладывает что абсолютно не надо говорить что в одного Бога вера никогда так не может быть если сравним ихнего Бога и нашего так у них просто какой-то человек получается и то не очень благочестивый абсолютно не благочестивый по нашим меркам у них много раз он повторяется в Коране Бог Аллах не имеет сотоварищей то есть отсюда вывод больше ничего не надо доказывать что Бог наш Отец единый во Святой Троице а у них этого нет ну и все ну это да Троица не признают но главное что у них понятие Бога самого это просто как бы озлобленного мстительного человека и все там ничего божественного нету вот как бы Аллах это ничего там отец Даниил он разложил по полочкам вот это все говорит ну что давайте посмотрим психологию Аллаха что это это просто простой человек причем не очень благочестивый и мстительный очень все разве такой может быть творец неба и земли ну нет ну и он это все объяснил почему так много людей обращалось из мусульманцев в православие поэтому и убили его там эти прости господи ну хорошо ладно ладно Игнатий рад был вас очень видеть несказанно спасибо Христос и поклон Михаилу если вы видите Павлу всех помню всех люблю отец совсем сейчас поездки они там гуманитарную помощь собирали отвезли в Луганск с отцом Иоанном Суворовым вы увидите второй ролик который идет по порядку у парализованных Сергея Козлова протеирей там заголовок и Михаила я там увижу да? нет это я говорю только об отце Акиме братьям моем а отца Акима я много видел там и они с этим Иоанном Суворовым из города Тула они друзья и они поэтому отца Акима я тоже же знаю он часто к нам приезжал ему поклон передавать от Сегни хорошо спасибо Господи до свидания всего доброго хорошо давайте отходите слава Христу оказалось что он называет Бишкехан город этот назывался Фрусзеранзи он там был я его не помню но я проводил там беседы и он говорит что он там был и знает ну слава Богу видишь у меня как сегодня я снегирями занимался какой красавец у него шеи то нету как у бизнесмена голова сразу растает в плечи и мой воротник никуда не пристроишь какой вот позвонил и я то думал что это не он то есть я не знал кто но оказалось вот Ильин Сергей из Санкт-Петербурга сегодня у нас 18 октября 2014 года года годом Продолжение следует...